Предложить парк или сквер для благоустройства по федеральной программе теперь проще. В городе открыли 12 дополнительных пунктов, где можно оформить свое пожелание. До этого нужен паспорт и несколько минут свободного времени. Сбор предложений от жителей начали две недели назад. Вероника Иванова побывала на площадках. До мест, где можно подать предложение, теперь рукой подать. 12 новых пунктов для сбора пожеланий по благоустройству организовали во всех районах города. В домах культуры, кинотеатрах, администрациях и школах. 1 февраля вчера у нас была открыта площадка для голосования по выбору зеленой зоны города Новосибирска. У нас стоит урна, в которую сбрасывают информационные листы, бюллетени наши родители, педагоги, то есть все жители Держинского района, которые приходят в новообразовательные учреждения. За два дня сотни заявок. Подать их может любой новосибирец старше 14 лет. Главное – паспортные данные. Собрать предложение, выбрать самые востребованные места отдыха – требования федеральной программы. Только так городу выделят деньги на благоустройство. Анализ заявок показал – не все предложения соответствуют условиям. Не делайте предложения по улучшению внутридворовых территорий. Это вторая составляющая программы. Не будут ваши предложения в этой части учитываться. По строительству метро, по строительству спортивных объектов – это общественное зеленое пространство. Скверы, парки зеленой территории, какие-то укрупненные, да, которые мы с вами вместе хотели бы, так сказать, преобразовать. В кинотеатре урна для предложений стоит уже две недели. Здесь же в пункте голосования есть вот такой баннер с информацией о некоторых общественных пространствах, которые уже удостоились внимания. Это и улица Ленина, и Михайловская набережная, и Затулинский дисперсный парк. Но это лишь для информации. Каждый из пришедших, конечно, может вписать в бланк любую территорию, которую считает, нужно благоустроить за федеральный счет. В первые дни город менее активно шел, а сейчас активнее стали приходить, активизировались общественные организации и вообще общественники, и волонтеры своих микрорайонов. И вообще гораздо больше мужчины, как правило, заполняют, чем женщины, больше участвуют в политической жизни. Площадка людная, центр и сразу же предложение от жителя Ленинского района. Саткирова, чтобы очистили. От веток против, недоочищены. Там высотку поставили большую, немного территории, она не очищена абсолютно. Пожелания собирают до 9 февраля. Потом общественная комиссия определит, сколько и каких пространств попадет в бюллетень для рейтингового голосования 18 марта. Вероника Иванова, Олег Крылевец, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Спасибо.